Дом высокой культуры и быта. В Смеле скандалы за ремонт туалета на реконструкцию потратили почти 300 тысяч гривен. Но, несмотря на это, пользоваться удобствами попросту неудобно. Почему, расскажет Станислав Кухарчук. Яркие афиши и новенький фасад Смелянского дома культуры так и манят зайти внутрь. Но внутри ничего не изменилось с 90-х. Ободранные стены, аттракционы еще советского производства и мебель того же периода. Директор оправдывается, дескать, только взялись за ремонт и начали с самого главного – внешнего вида и уборных. Мужской и женский туалеты встречают новыми пластиковыми дверями. От блеска плитки и современной сантехники слепят глаза. Возле умывальников посетителей встречает огромное зеркало. На это город потратил более 280 тысяч гривен. Но вот посетители туалета почему-то делиться впечатлениями от ремонта не спешат. А можно сказать два слова? Нет? Монтированные в полунитазы без перегородок на фоне шикарного ремонта смотрятся нелепо. Директор дома культуры сам без сарказма смотреть на них не может. Говорит по проекту, здесь должны были быть отдельные кабинки и также отопление. Горсовет согласовал выделение на ремонт почти 400 тысяч гривен, но буквально в тот же день забрал из этой суммы 87 тысяч на более насущные потребности. Деньги забрали для пандуса и накрытия над ним в городской библиотеке. Решение горсовет утвердил в апреле. Бюджетная комиссия, которая вынесла его на голосование, давно распущена. А ее бывший председатель уже и не помнит, на что перераспределяли деньги, но уверяет, что во время голосования точно воздержался. Я не объяснил, что за парень выжили. Я надо было полностью заканчивать. От такого решения в шоке не только посетители уборной, но и общественность. Маина Кулык занимается проблемой беспрепятственного доступа в общественные места людей с инвалидностью. Говорит, этот туалет просто унижает человеческое достоинство. Тут даже для людей, которая не имеет вага, вы знаете, залезть. Это абсолютно порушение по каждому этому. Смелянской мэрии обещают исправить ситуацию и дофинансировать проект. Правда, из-за необходимости тендерных процедур это может произойти только через месяц-два. Закрыть туалет сейчас Дом культуры не может. Ведь почти каждый день там проходят концерты и в кружках занимается до двух сотен детей. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.